Знай я от того, что знаю, у тебя другая, я знаю, а я запасная. Вкусно? Очень. Ну всё, хватит. Всего штучка. От одной разжиреешь. Воды вот побей. Там же одна всего. Погляди на себя. Ряха как у Борова, а Пуза как у беременной. Ты с фигурой не справляешься, как с семьёй справишься или с компанией. Зачем ты тогда меня тушёной пашиной пичкала? Чтоб научить тебя сдерживаться. Ты на ходу переобуваешься. Эй, на той неделе Плю устроила пир в софителе в честь сотого дня своей внучки. Девочка была такая милая. Слышала, они её в пробирке сделали. Ты знал? Да, ты мне уже говорила. А ты не хочешь попробовать? Я же говорил, не нужны мне пробирки. Тогда почему у тебя ребёнка нет? Мы его пока не планируем. Ты ведь всё ещё живёшь с ней? Конечно, живу. И чем же вы там занимаетесь? А у тебя ещё стоит? Я что, отчитываться должен? Тогда почему внука нету? Если ты стесняешься предложить, давай я ей сама позвоню. Не надо звонить, хватит её дёргать. А что такого? Она же моя невестка. Надо на неё надавить. Хмей воду. Ты уже влила в меня три напитка. И сверху ещё минералочку. Ты из отряда 731? Всякому напитку свой час. Мочегонная полезна для стыка. А не попьёшь, не пописаешь, да? Послушай, это наше личное с ней дело. Ты себе выдумала какого-то сына. Сколько ему свинины есть. Какую муряху отъедать, когда детей заводить и когда писать. Всё как ты хочешь. Может, хватит пытаться меня изменить за все эти годы? Неужели ты не поняла, что я не тот сын, какого ты хочешь? Если не ты мой сын, то кто тогда? Ты куда? Ссать пойду. Понимаешь, когда мы дело начинали, у нас была лишь веткая фабрика. Мы уставали, как собаки, но были очень счастливы. Вы тут такие счастливые? Да, мы правда были счастливы. И как же всё до развода дошло? Я даже не знаю. Просто всё как... Однажды в Америке? Однажды, точно. Прямо как Виктор и я. Я была его мечтой. А затем он меня бросил. Как будто я была его кошмаром. Каким шмаром? О чём это ты? Кошмар! Ты не понимаешь аллегорий? Кошмар – это что-то ужасное. А я не ужасная. Это они ужасные. Ладно, давай. Да вообще, я и сам кошмар. Кажется, мама вечно тобой манипулирует. Это точно. И тебе это нравится? Конечно нет. Я это ненавидел всегда. Мы ссоримся при каждой нашей встрече. А почему ты тогда в этом поезде с мамой? Просто потому что хороший сын? Почему бы тебе просто не убежать? Убежать? А куда? Ты посмеешь сказать маме, что на самом деле чувствуешь? Нет, не посмею. Никогда в жизни. Ребят, мы закрываемся. На выход кого-то с канала. Хорошо. Быстро уходим. Так ты готов? Готов. Разорви цепи. Освободи себя. Я сегодня уйду и не вернусь. Ты посмеешь сделать что-нибудь чокнутое? Что сделать? Посмеешь или нет? Посмею. Идем со мной. А давай. Давай.